В послевоенные годы вопрос охраны лагерей с политзаключенными и военнопленными, а также важных промышленных и военных объектов, стоял особенно остро. И по заказу партии и правительства в питомнике «Красная звезда» началась работа по созданию нескольких новых породных групп. Европейские породы не могли быть полезными в нашем суровом климате, но тем немногим трофейным собакам, которых вывозили из Германии, суждено было стать основой уникального эксперимента, результат которого не смогла больше повторить ни одна страна в мире. В создании русского черного терьера использовалось почти полтора десятка пород, но самые основные это ризеншнауцер, ротвеллер и эрдельтерьер. Забавно, что само слово «терьер», которым принято называть породную группу охотничьих норных собак, меньше всего отображает родственные связи чернышей. Эти собаки, скорее, средние между шнауцерами и молосами. Но в кинологии и не такие казусы встречаются. В 1981 году черный терьер признается уже не породной группой, а самостоятельной породой, а в 1984-м он заносится в перечень пород Международной кинологической федерации. Субтитры создавал DimaTorzok